МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Америке третий день подряд акции протеста. Время охвачено несколько крупных городов. К утру все стихает, но с наступлением вечера уже которые сутки, беспорядки вспыхивают вновь. Как долго продлятся протесты? Детальнее происходящего из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, он сейчас на прямой связи со студией. Дима, где сейчас продолжаются беспорядки и насколько все серьезно? Где продолжаются беспорядки, ответить очень просто. Там, где голосовали за Клинтон. Если взять карту голосования, наложить ее на карту беспорядков, карту протестов, то будет практически полное совпадение. Я часто об этом в эфире говорю, но это действительно очень важно для понимания происходящего в Америке. Страна очень сильно разделена на черных и белых, на богатых и бедных, на север и юг. К сожалению, компания людей разделила, и те, кого политтехнологи вот так мобилизировали для того, чтобы поддержать Клинтон, сейчас, когда она проиграла, не могут смириться с ее победой. И вот посмотрите на основные города, где происходят протесты. Ну вот, в частности, Портланд, штат Орегон. Такая хипстерская столица, город, где традиционно всегда поддерживали только лишь демократов. С 88-го года только за демократов голосовали, что в Конгресс, что в Сенат. Портланд, это сейчас практически горячая точка. Каждую ночь на улицах взрывы шумовых гранат, клубы белого дыма, протестующих от 3 до 4 тысяч, разбитые витрины, заколоченные досками окна домов в центральной части города. Полиция пыталась сдерживать людей, используя слезоточивый газ, но тщетно в сторону силовиков летят камни. И даже до перестрелок доходят, вот просто накануне был один человек ранен. Еще один штат, где были за Клинтон, это Калифорния. Здесь тоже массовые протесты. К счастью, обходятся без насилия, но по вечерам толпы людей на главных улицах и автомагистралях. География протестов, это еще и Нью-Йорк, и Сан-Франциско, и Лос-Анджелес, и Атланта, где рядом со зданием Конгресса сожгли американский флаг. Так, вот хочу обратить на это внимание, для Америки это действительно шок. Здесь очень трепетное отношение к американскому флагу, и более того, в законах многих штатов как раз прописано, что это просто уголовное преступление. И вот такое произошло. Далее, хочу обратить ваше внимание на Нью-Йорк. Нью-Йорк, который традиционно тоже был за Клинтон, он тоже сейчас протестует. В Нью-Йорке мне повезло оказаться в дни выборов, в день голосования. И там забавный момент, просто хочу поделиться. Люди, когда выходят с участков, по закону, журналистам запрещено спрашивать, за кого они голосовали, но избирателям запрещено говорить, за кого они были. Но в этот раз все было по-другому. Девушка вышла с участков, увидела нашу камеру, говорит, «В этом здании все за Клинтон. Что вы думаете? Камон». На самом деле, действительно, Нью-Йорк поддерживал Клинтон именно поэтому. Сейчас это еще один город, где протестуют. Но с другой стороны, вот посмотрите, в Нью-Йорке абсолютно другие протесты. Выглядят они по-другому, они более мирные. И среди протестующих вовсе не радикально настроенная молодежь, а и женщины, и дети даже. И еще один есть момент, на который хочу обратить ваше внимание. Вот в последнее время, начиная с прошлого вечера, протесты достаточно сильно радикализировались. Если раньше люди просто выходили на акции, просто выходили на демонстрации, то сейчас вот два эпизода произошли. Во-первых, в Вашингтоне группа людей, порядка 20 человек, перекрыли один из основных тоннелей. Тоннель, который знаменитая 395-я трасса, который ведет из Вашингтона, начинается прямо у Конгресса. Люди уезжают по этой дороге после работы, покидают американскую столицу. И вот этот тоннель был заблокирован. Огромная пробка произошла. И еще один момент. Несколько человек, ну буквально 5 человек, заблокировали один из мостов в Нью-Йорке. Вы вот тоже сейчас увидите эти кадры. Просто стали и перегородили движение. Одна из девушек легла под колеса большегрузного транспорта. Те, кто был в Нью-Йорке, знают, какие там пробки. И вот можете только представить, что происходило на Манхэттене после того, как остановился один из основных мостов, который ведет на Манхэттен. Вот такая история. То есть сейчас протесты радикализируются. И это действительно серьезно настораживает. Таня. А все идет к тому, что акции утихнут или же наоборот наберут силу. Насколько хватит запала протестующих, Дима? Ну вот это самый главный вопрос, который у всех здесь возникает, у самих американцев. Я для того, чтобы понять для себя ответ, просто съездил к Белому дому, где каждый вечер тоже собираются те, кто были за Клинтон, те, кто сейчас выходит на акции протеста. Спрашивал людей без камеры, без микрофона, вот просто по-человечески, почему вы здесь и как долго вы будете здесь. Выяснилось, что многие просто боятся. Не секрет. Во времена Обамы многие здесь были с просроченными визами, с неправильными документами. На это никто не обращал внимания. Люди боятся, что Трамп, ну, скажем так, завинтит гайки. Есть те, кто искренне были за Клинтон. С другой стороны, сейчас, вот как Трамп сказал, помните его фразу вчера, профессиональные протестующие. Это не преувеличение. Действительно, в Америке сейчас появились профессиональные протестующие, помимо протестующих идейных. Если вспомнить, несколько лет назад вот были эти знаменитые акции, окупай Уолл-стрит, освободи Уолл-стрит, захвати Уолл-стрит, мы по-русски говорили. Тогда тоже там были профессиональные протестующие, люди, которым платили. И вот сейчас основные опасения. Если акции не будут поддерживать, если их не будут организовывать, то они закончатся очень быстро. У людей запала не хватит. Но если это будут профессиональные протестующие, тем, кому платят за это, то, к сожалению, акции протеста в Америке могут затянуться надолго. Студия. Это был Дмитрий Анопченко из Соединенных Штатов с рассказом о беспорядках в крупнейших американских городах. И о том, какое влияние окажет победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, беспокоится во всем мире. На объезд тем временем заверяют, какова бы ни была политика штатов, отношение Евросоюза к Украине она не изменит. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерико Магерини. Она также подчеркнула, что позиция Брюсселя давно сформировалась и Вашингтон на нее влияния не имеет. Наша политика в отношении Украины не изменится. Я твердо в этом убеждена. И она не определяется в Вашингтоне. Мы очень плодотворно и конструктивно сотрудничали со Штатами в прошлом году. Когда Европа и Америка работают вместе, они способны на многое. Но наша позиция и касательно незаконно аннексированного Крыма и Украины в целом останется прежней. Вашингтон никак не может повлиять на нее. Глава украинского государства призвал сегодня Ощадбанк отменить комиссию за оплату коммунальных услуг. Петр Порошенко уже направил письмо председателю управления Андрею Пышному. В нем подчеркнул, что решение о введении с декабря комиссии за платежки необходимо немедленно пересмотреть. И напомню, что ранее профильный комитет зафиксировал признаки монополии на рынке оплаты коммунальных услуг Ощадбанка, Окрпочты и Приватбанка. Сразу три пункта пропуска на границах со Словакией, Румынией и Польшей сегодня блокировали собственники машин с иностранной регистрацией. Они требуют увеличить сроки пребывания такого транспорта в Украине. Каждые пять дней они вынуждены пересекать границу. В противном случае им грозит штраф порядка 8 тысяч кривен. Сколько продлится автозабастовка и как реагируют чиновники, выясняла Марина Коваль. Капоты открыты, треугольники рядом. Якобы поломались шесть автомобилей одновременно. Так блокируют дорогу возле пункта пропуска Ужгород на украинско-словацкой границе. Вымоги сняти дискриминационную норму, из-за которой мы выезжаем из Украины каждый пять дней. В этот час, когда иноземцы этого не делают. Получается, что у нас в себе дома я имею меньше права, как у меня иноземец. Каждые пять дней гражданам Украины, собственникам машин с иностранной регистрацией, нужно выезжать за границу. А все потому, что автомобили люди купили в Европе и не растаможили. Это дешевле, чем покупать авто в стране. Иногда выходит даже трехкратная экономия. Активисты требуют увеличить сроки пребывания или рассрочить оплату за растаможку. Нам в Киеве запоминали, что мы платили по 40 евро в месяц. Мы сказали, что народ не сможет платить в связи с такой ситуацией, которая в стране. Мы запоминали 10. Полиции тем временем говорят, блокировать дорогу возле границы незаконно. Даже на одного водителя, который сознался, что его машина участвует в акции, составили протокол. На водителя вынесли постановку, которая предпочитает штраф в размере 510 гривен. Патрульные вызывают эвакуатор, чтобы убрать якобы поломанные машины с дороги. Не ищут владельцев авто, но безуспешно. К протестующим приезжает закарпатский губернатор. Геннадий Москаль просит разойтись. Мол, на местном уровне проблему все равно не решить. Геннадий Москаль, все вопросы, которые вы ставили, областная администрация своей возможности вычерпала. Поэтому основные вопросы – это за Верховной Радой. Если кто-то написал в законе дурницей и неграмотно складывал эти изменения к закону, что до митного кодекса, где написано, что граждане Украины могут въезжать на территорию Украины в режиме транзита. Граждане Украины могут въезжать в Украину как граждане Украины, а не транзитеры. Но это абсолютная дурость. Но активисты не расходятся. Даже установили палатки и начали разводить костры, готовит Богрич. Закарпатских так называемых пересечников поддержали и во Львовской области. Там заблокировали движение возле пункта пропуска Раворусская на украинско-польской границе. Около 20 человек без остановки переходили дорогу по пешеходному переходу. Сколько продлится закарпатская акция протеста, активисты не говорят. В последний раз пункт пропуска Ужгород блокировали 6 дней. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер. В Запорожье задержали криминального авторитета Юрия Григоренко по кличке Григора. Во время спецоперации, которую проводила СБУ совместно с департаментом угрозыска нацполиции, в его машине нашли настоящий боевой арсенал. Гранатомет, три гранаты F1, радиостанцию настроенную на волну патрульной полиции, несколько номеров от автомобилей, а также раритетный, но рабочий наган 45-го года и с патронами. Задержанного подозревают в серии разбойных нападений. Напомню, что этой зимой дом Григоры в самом центре Запорожья из гранатомета обстреляли неизвестные. Тогда чудом никто не пострадал. Через пару недель после этого инцидента полиция задержала Григора, а в его машине копы обнаружили пистолет, гранату и автомат Калашникова. Почему спустя 9 месяцев он снова спокойно разъезжал по городу, полиции не комментируют. Интересным остается и тот факт, что 51-летний Юрий Григоренко почти 28 лет провел в местах не столь отдаленных. И еще одного оружейного барона задержали полицейские в Черкассах. 29-летний парень хранил у себя дома несколько гранатометов, гранаты, автомат Калашникова и огромное количество боеприпасов. Кроме того, у мужчины изъяли наркотики. Правоохранители открыли уголовное дело о незаконном хранении оружия. Сейчас следователи выясняют происхождение арсенала. Как пояснил указанный гражданин, эти предметы ему дал его наглядно знакомый до дальнейшего сберегания. И еще одна вооруженная новость сегодня всколыхнула Запорожье. Вооруженные грабители отобрали ключи от машины не у кого-нибудь, а у руководителя местной прокуратуры Романа Мазурика. И угнали автомобиль. Машина непростая, BMW X5. Известно, что в данный момент в городе объявлен план перехват. На уши подняли патрульных и активистов. Судя по электронной декларации прокурора, автомобиль принадлежит его отцу. Якобы куплен был в 2012 году за 600 тысяч гривен. Сам Мазурик инцидент пока не комментирует. Сотрудники СБУ раскрыли очередную схему расхищения древесины. Оперативники установили, что под видом санитарных чисток в гослесхозах Ривненской области вырубали ценные породы древесины. Кроме того, должностные лица хозяйства организовали схему продажи граба и дуба предпринимателям. Во время обысков на предприятиях, которые занимаются обработкой дерева в Дубинском районе, сотрудники СБУ обнаружили почти 500 кубов ценных пород дерева. Ориентировочная стоимость изъятого около 3 миллионов гривен. Правоохранители возбудили дело по статье «Растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». И новости из зоны АТО. За прошедшие сутки там погибли два украинских бойца. Еще двое ранены. Варварские обстрелы боевиков пережили жилые районы поселка в Троицкой и Тоненькой, а в Луганской и Донецкой областях один мирный житель погиб. Продолжит Геннадий Вивденко. Обстрел поселка Троицка на Светударской дуге длился с вчерашнего вечера до сегодняшнего утра. Били из крупного калибра и пострадал в основном жилой район. Осколками от вражеских снарядов выбиты окна, свежие воронки прямо под заборами частных домов. Обстрелы были многочисленные, с разных направлений. То есть стреляли минометы 120-е, а потом била ствольная артиллерия САУСТ, 122-й калибр бил. Артиллерия наша не стоит в населенном пункте, но били, попали по населенному пункту. Пострадавших, слава богу, нет за последние сутки. Материальные втраты уточнились. Наемники били из тяжелого вооружения сразу с двух сторон из оккупированных Дебальцева и Калинова. Может, потому что новые подразделения зашли повоевать хотят. Беспокующий огонь для того, чтобы деморализовать. Может быть. Ну и трякли получится. Троицкое. Боевики буквально трамбуют уже третью неделю подряд. Вот живой пример. 122-й калибр. Это не миномет. Это САУушка на задержке. То есть целенаправленно выставляется взрыватель для того, чтобы пробивать укрепление. Куча всякого железа. Можно металлолом пособирать. После обстрела боевиков в селе Тоненькое под Донецком погиб работник местной агрофирмы. Наемники впервые за долгое время применили тут тяжелую артиллерию. С артиллерии 122 миллиметра, заборонено минскими договоренностями, обстреляно Тоненькое. А так, в целом, горячее, традиционно, на Белле Авдіївке. Там тоже минометы, крупнокалиберные кулеметы, працевые снайперы. На Светлодарской дуге наши солдаты были вынуждены открыть ответный огонь. Противник замолчал. Есть время для передышки, чтобы получить волонтерскую помощь одному из подразделений. Для того, чтобы техника с ней была на ходу, и в любой ситуации ребята могли сесть и поехали выполнять задания. Мы им передаем вот такие вот пускозарядные устройства. Еще волонтеры привезли 100 квадратных метров старого ковролина от организаторов выставок из столицы. Им будут утеплять блиндажи. Найдется применение и баннером от политических партий и торговых марок. Пойдут на крыши подземных укреплений. Геннадий Вивденко, Игорь Сули и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Луганской и Донецкой областей. А вот пистолеты, изъятые во время задержания так называемых крымских диверсантов, оказались игрушечными. Оружие это не боевое, а предназначено для игры в страйкбол. Об этом заявили волонтеры Международного разведывательного сообщества, проанализировав видеообыска украинцев. Страйкболом увлекается один из задержанных. Я напомню, что 9 ноября ФСБ России в Севастополе задержало троих украинцев за якобы подготовку диверсии на полуострове. Сейчас они под арестом. Минобороны Украины заявление о подготовке диверсии назвало ложью. Это уже вторая попытка Москвы обвинить Украину в подготовке терактов в Крыму. И еще об одном громком задержании сообщили сегодня российские спецслужбы. В Москве и Санкт-Петербурге арестовали 10 человек по подозрению в связях с ИГИЛ. Видео задержания и допроса опубликовало ФСБ. По данным российских спецслужб, задержанные, выходцы из Центральной Азии, планировали совершить серию терактов. Они уже дают признательные показания о контактах с главарями Исламского государства в Ближневосточном регионе. По крайней мере, 4 человека погибли. Еще 18 ранены. В результате взрыва на авиабазе НАТО в Афганистане. Инцидент произошел на крупнейшей военной базе альянса в стране Баграм. Террорист-смертник, который проник на территорию объекта под видом разнорабочего, подорвал жилет со взрывчаткой. О гражданстве пострадавших пока ничего не известно. Ответственность за взрыв взяли на себя боевики группировки Талибан. Вчера, напомню, они атаковали генконсульство Германии в Афганистане. Погибли 6 человек. Нападение террористы называют местью за авиаударша 4 ноября по городу Кундуз. Тогда погибли более 30 человек. Но гораздо больше погибших в результате взрыва в Пакистане. 45 человек погибли во внутреннем дворе мечети в отдаленном регионе Карачи. По меньшей мере 70 ранены. Среди них много женщин и детей. Количество жертв может увеличиться. Трагедия произошла в горной местности. Добраться туда очень трудно. Чтобы забрать раненых, власти уже направили 50 машин скорой помощи. Ответственность за нападение взяли на себя террористы исламского государства. Он не просто откроется. Он откроется триумфальным. Парижский театр Батаклан, накануне годовщины теракта, в результате которых погибли 130 человек, примет первых посетителей. Сегодня на сцене человек, проповедующий мир. Стинг. А завтра, как насмешка над террористами, та же рок-группа, которая выступала год назад. На любительских кадрах тот самый концерт с аншлагом. Первая автоматная очередь сливается с перкуссией. Концерт продолжается до тех пор, пока музыканты не поняли, это не их ударные. За менее чем 15 минут 89 убитых. В это же время другие так называемые воины Аллаха стреляют по посетителям парижских кафе. Сирийский беженец взрывает себя у стад де Франс. Они хотели вызвать ужас, но парижане противопоставили страху знаменитый французский кураж. Вышли на улицы, вернулись на террасы тех же кафе, стены которых изрешечены пулями. Год спустя концертный зал откроет свои двери. На сцене стинг. Весь район сегодня в тесном кольце полицейских. На всякий случай. Нет, мне не страшно, мне грустно от того, что это произошло. Полицейские сегодня по всему району, так что кажется, будто это было вчера. Шеф ресторана «Ля Бель Экип» после теракта издал книгу. Это в его посетителей стреляли, и он специально оставил следы от пуль в стенах. Нет, я ничего не отмечаю завтра. Это для других может быть какая-то памятная дата, но точно не для тех, кто это пережил, кто потерял родных и близких. Я до сих пор пытаюсь справиться с увиденным. Конечно, завтра французские и парижские власти придут и к Батаклану, и на площадь Вольтера. Будут и речи, и цветы. Но самая лучшая память и кураж, это то, что и завтра, и каждый день парижане будут, как обычно, сидеть бок о бок на террасах кафе, раскупать билеты на концерты и жить так, как они жили. София Гордиенко, подробности, Европейское бюро телеканала Интер. Граждане Молдовы завтра снова будут избирать президента. Я напомню, что с первой попытки сделать это не удалось. Ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер. Теперь в финальной гонке встречаются два фаворита. Как они сражаются за голоса, какую роль в этом играет Украина, расскажет Андрей Анастасов. На финишной прямой пророссийский настроенный социалист Игорь Дадон и представитель объединенных проевропейских сил Майя Санду. На первом этапе голосования разрыв между ними составил 10% в пользу Дадона. Чтобы компенсировать такое отставание, в эти две недели Санду необходимо было приложить максимум усилий. Привлечь новые голоса Санду было непросто. Ее команда почти полностью отказалась от наружной и телевизионной рекламы, а вот чернухи от доброжелателей хоть отбавляй. Избирателей пугали, что Майя легализует однополые браки, сдаст Молдову Румынии. Апофеозом стало обвинение в том, что она масон. Если Майя Санду станет президентом страны, масонские ложи получат неограниченные возможности. Впрочем, несмотря на черный пиар, а иногда даже благодаря ему, предвыборная интрига сохраняется, утверждают эксперты. Говорят, Майя Санду старалась, проевропейский электорат, мобилизовала как могла, агитировала студентов. В общем, не исключено, что победит. Она была очень активной, активной и в интернете, и в реальной жизни. Она ездила по всей стране, встречалась с электоратом. Высокие шансы на победу сохраняются и у Игоря Дадона. Социалист заручился поддержкой левых партий и широко рекламировался. Молодежь даже рэп записала. Политический. Он номер один и пусть он против всех. Я верю в Игоря Дадона и в его успех. Громкому скандалу вокруг Дадона, особенно в Украине, привели его высказывания о Крыме. Кому принадлежит Крым? Российская Федерация. О сепаратизме молдаване знают не понаслышке. Рядом непризнанное Приднестровье. Две недели Дадон оправдывался. Дескать, его не так поняли. Имел в виду, что Крым де-факто российский, а не де-юре. Но было уже поздно. Киев даже отозвал из Кишинева своего посла. Для консультации в Молдове поползли слухи. А что, если Украина границы закроет? В случае ухудшения отношений, Молдова пострадает гораздо сильнее, чем пострадает Украина. Поэтому вполне понятно, почему, скажем, в этих условиях Дадон пошел на попятную. Кого выбрали себе молдаване в президенты, станет известно уже утром в понедельник. Голоса здесь считают довольно быстро. Интересно также, как отреагирует на результат проигравшая сторона. Аналитики не исключают уличных протестов. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Кишинев. Элегантная фотосессия Мишеля Бамы. Почему Фейсбук объявил Цукерберга умершими? Сколько стоит раритетный Феррари? Об этом и не только. Смотрите далее в нашем обзоре. Прощание с Белым домом. Мишель Обама снялась в элегантной фотосессии для американского журнала Vogue. Авторитетный глянец полностью посвятил свой декабрьский номер первой леди США, любимицы Америки. Обложку украсил снимок Мишель в белоснежном платье от Каролины Эрера. Автор фотосессии с 52-летней Обамой легендарная фотограф Энни Лейбовец, известная благодаря портретам знаменитостей. Сотни пользователей Фейсбук во главе с Цукербергом были объявлены умершими. Социальная сеть по ошибке сообщила о кончине пользователей, разместив на их страницах послание, в которых отмечалось, что владелец аккаунта недавно умер. На личной странице Марка Цукерберга также появилось аналогичное сообщение. Позднее в Фейсбук принесли извинения в связи со случившимся. Самое дорогое авто в мире выставили на продажу в Великобритании. Раритетный спорткар Феррари 250 оценивают в 45 миллионов фунтов стерлингов. Болид 1962 года выпуска разгоняется до 100 км в час всего за 6 секунд. Автомобиль создан владельцем компании Энце Феррари специально для гонок. В 60-х годах выпустили всего 39 таких машин. 223 страницы и только одно предложение. Роман «Солнечные кости», написанный ирландцем Майком Маккормиком, получил престижную премию Голдсменского университета. Ее присуждают за инновации в литературной форме. Произведение полностью состоит из одного длинного предложения. Несмотря на это, писателю удалось неординарно отобразить жизнь обычного рабочего человека. 51-летний Маккормик стал третьим за последние три года автором из Ирландии, получившим эту награду и премию в 10 тысяч фунтов. Обладательница Грэмми и платиновых пластинок британская соул-певица Джо Стоун исполнила украинскую народную песню «Ой за Гаем Золыненьким», которая пришлась ей по душе. Джо Стоун к 29 годам имеет впечатляющий список наград и достижений. Премии Mercury Prize, Грэмми, участие в супергруппе Мика Джаггера, 7 основных альбомов и дуэты с легендами мировой музыки. Певица во время своего мирового турне в каждой стране подбирает местных музыкантов, чтобы вместе поучаствовать в Jam Session. По словам Стоун, это помогает ей лучше познакомиться с местной культурой, людьми, языком и музыкой. Первая леди государства Марина Порошенко получила всеукраинскую премию «Женщина третьего тысячелетия». Вместе с ней в категории знаковой личности победила оперная певица Виктория Лукьянец. В целом в конкурсе принимали участие 450 женщин, но жюри отобрало 40. Среди них телеведущие, депутаты, бизнесмены, судьи, спортсмены, артистки, руководительницы семейных детдомов. Критерии наши не изменены уже 10-й год. Это большое достижение в профессиональной деятельности и активная участь в общественном жизни или участь в благодейных делах. Эта нагорода для меня означает высокую оценку, общественную оценку моей деятельности. Мы начали этот урок вместе с Министерством Освиты и Науки Украины треоречный экспериментальный проект Запорежской области, результаты которого станут дорожной картой по проведению инклюзивного освещения в всех регионах Украины. В Одессе вот-вот начнется футбольный матч между украинской сборной и командой Финляндии. Это серия отборочных игр к чемпионату мира 2018 года. На матче ожидается аншлаг. Фанаты раскупили все билеты. В кассах сегодня пусто. Вместе с одесситами начало матча ожидает и Кирилл Ивщишин. Ему слово. Сборная Украины прибыла в Одессу накануне. Команда провела вечернюю тренировку на стадионе Черноморец. Собственно, здесь же сегодня в 21.45 начнется матч. Игроки ожидают мощную эмоциональную поддержку от болельщиков. Абсолютно все билеты раскуплены. Сегодня гостеприимная Одесса принимает нашу сборную. Я надеюсь, что будет низкая поддержка публики, болельщиков. И, безусловно, наша сборная придется строить желание в этой игре. Не только желание, но и стремление, но и подарит многочисленной торсиде победу. Болельщики начали собираться еще за три часа до начала матча. Многие приехали посмотреть большой футбол из соседних городов. Посмотрим игру. Надеемся, что она будет хорошей. А там будем поддерживать. Будем болевать, как сможем. Украинская сборная едва не осталась без полузащитника Коноплянки. Накануне футболист обратился к врачам с жалобой на боль в мышце. Но спазм прошел, и сегодня его ждут на поле. Еще до начала матча фанатов футбола ждала приятная новость. В 2018 году принимать в финал Лиги чемпионов будет Киев. Это вчера в столице подтвердил президент УЕФА Александр Чеферин. Конечно, поедем. Новость для меня тоже. Реально новость. Я бы сказал, так обалдеть. Конечно, поедем. Если сюда приехали, то поедем и в Киев. Вице-президент УЕФА Григорий Суркис уверен, финал Лиги чемпионов в Киеве в 2018 году стал возможен благодаря успешному Евро-2012. До турнира у нас не было ни достаточного количества гостиниц, ни аэропорта, соответствующего международным стандартам и требованиям УЕФА. У нас не было стадиона красавца олимпийского и многого-многого другого. Сегодня мы говорим о том, что господин Чеферин встретился вчера и с президентом страны после посещения олимпийского стадиона, и с премьер-министром, и с мэром города подчеркнул, что он воочию убедился в том, что город Киев готов к проведению такого важного события, как самый важный матч финальный, самого престижного клубного турнира в мире. На данный момент команды уже прибыли на стадион Черноморец, арена замерла в ожидании большого футбола. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, подробности, телеканал Интер, Одесса. Я напомню, что накануне премьер Владимир Гройсман встретился с главой УЕФА Александром Чеферином и вице-президентом ассоциации Григорием Суркисом. Чеферин заверил украинскую сторону, что матчи по тегидой УЕФА в оккупированном Крыму и в дальнейшем проводиться не будут. Такими были главные новости этого дня. Главные события недели завтра проанализируют мои коллеги из итоговой программы. Не пропустите подробности недели с Алексеем Лихманом и вот некоторые темы выпуска. Трамп на оба наши дома. Куда заведет США новоизбранный президент? И чего от него ждать Украине? Транш наш или не наш? Получит или нет Украина новогодний подарок от МВФ? И как долго без него протянет? Удар по аптечной мафии. Удастся ли Кабмину снизить цены на лекарства? И кто сейчас наваривает миллионы на таблетках? Говорите четче. Вас записывают. Кто может заказать прослушку вашего телефона? И кто на этом делает деньги? Все последние новости вы также можете узнать на нашем сайте подробностей UA. Приятного субботнего вечера и увидимся. Субботник А.Семкин Корректор А.Егорова Субботник А.Семкин Корректор А.Егорова